всем привет после долгого затишья ну наверно возвращаемся да я записывал ролики по этой игре ммо до прошел регион канта и думаю больше я не буду записывать хотелось бы мне поиграть в эту игру когда подгонит какой-то русификатор и это случилось она на русском описание атак все вот даже тут посмотрите понятно это интернациональный сервак и что когда-то когда-то зале посмотрю вот сумка тоже переведено и посмотрите гиперспрей баллончик с плохой жидкостью отгоним слабых как бы все то что я заработал на работу в канта она здесь остается за исключением моих покемонов блин вот вся моя команда находится в пакет-центре атаки переведены все переведено ха посмотрите сколько у ягоды текста длительное время роста поливать не нужно офигеть и значится что когда-то я помню пытался пройти второе поколение на эмуляторе по-моему это half gold или soul silver назывался и очень плохо эмулировалась эмулировался ром то были вылеты то черные краны когда бой начинается бывали зависание в общем я по какой-то причине по-моему у меня вообще сохранение по пизде полетело и поэтому я забросил у меня есть на канале плейлист да и как раз та серия есть последняя вроде там я большую часть прошел сохранился и в общем произошел вылетели какой-то крэш и потом сохранение откатилось чуть ли не на пол игры назад вот что-то вот такое вот было и припоминаю и конечно все ну вот снова джота и еще и на русском давайте попробуем пройти все-таки получится ли бегать не могу я только взял стартовика дошел до региона и поэтому то что говорят нпц это в принципе не особо и важно можно и взял татадайла принципиально я взял татадайла о посмотрите а в бою на русском языке вот что делать сбежать сумка ворон ягода он держал а я поймать не могу его щас себе и что-то попробуем но я могу посмотрите сколько всего досье в лидеры выбрать спутником так а почему я поймал его характер стойки способность какая беглец ну херня по моему у него есть пикап он подбирает разные предметы может находить зависимости от уровня его прокачки этот товарищ и развитая его форма мне нужно узнать фурат по моему фишка в том что он очень хороший носитель айчем атак вот разрубание сила ну хм короче тут то нету всяких там спутников тут надо покемона мучить хм очки я по-прежнему считаю что эта игра легка если у вас есть бабки вы можете тимуль хорошую команду покемонов себе купить снарядить их всем необходимым и просто ходить тут всем наваливать в оригинальных играх 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 конечно такого не было вот я принципиально не стану покупать а чё ты не это не берешь а прикорм этот ладно о подожди а я на велик то могу сесть у меня там есть после канта нету либо я его в канта не получил не сходил за ваучер да нет по любому брал что такое приветствует он всех новичков кто входит в город ну визуально лучше выглядит чем на эмуляторе во первых и мне кажется тут стабильный fps держится это во вторых в третьих и вообще на весь экран то есть по настройкам покажу а на эмуляторе так не сыграешь там такой кранчик кусочек экрана и в нем вся фигня происходит шум моря все такое на берегу ты всегда можешь ко мне зайти а чё-то типа еще он говорит без кроссовок вот он мне их дал как пользоваться говорит надеюсь ты знаешь что нажми кнопку b сожми о смотрите сбрелом он чувак ну вот тут можно как на но один раз вот я нажал и все и мне чувачек и отпустил не надо ее зажимать вот как раз таки я до пк и добрался до покемон центра хорошо такой звук прикольный и вот покемон центр первым джота так какой раздел желаешь торговая площадка почта ай ага и видите по уровню как посмотрите вот моя команда они зачеркнуты я их снять не могу а вот этих вот я смогу снять но я не буду все равно этого делать хочется половить джотовских покемонов хотя мне так есть некоторые из них но тем не менее да это моя команда который я проходил элитную четверку по и чемпиона вот она здесь видите под запретом некоторые все-таки находятся мои братья называют маньяком а так я могу быть чуть любой атаке которую а а а а цена два радужных щита это по-моему хердскейл да гидронасос ледяной клык а а нету три радужных щитка ой усиление это хруст цепь ну да я если что я вернусь чувак это я услышу и вот эмулятор там вот такой квадратик часть от экрана вот посмотрите у меня настройки вот такие все полный экран все как полагается а там ну наверное часть экрана 1 3 и конечно тут блин да я думаю что тут никаких не должно быть проблем с прохождением а сколько у меня уже имеется 0 а у меня гритболы есть деньги есть чуть-чуть ну давай купим чтоб 5 чтобы поэкономить на гритболах а ты кто а классическая шапка лодочник посмотрите даже переведены шмот переведен ну так как я из аниме взял облик пола сделаю так пусть он у меня и будет я пока его не могу изменять еще что такое добавлена карта мира ты можешь ее ну понятно понятно как ее выбирать и наслаждаться приключениями с картой карта джота да вот она а м если я нажму короче какая то кнопка канает видал атакует да вы чё серьезно у меня по моему видла нету ого блядь я конечно отравил ай-яй-яй-яй-яй-яй а хорошо какой видал характер спокойный посреди что написано специальная атака плюс скорость минус отвратительный видал по ушел или у меня был в пока такое а а пиджо есть у меня я его поймаю на всякий случай потому что я не помню если он у меня под приболел чуть чуть что ли это плохо ну конечно промахивается один из самых пескоструй и все промах за промах ладно ну давай попробуем кинуться таки болгара он что не хочет ловиться гаденыш короче он мне максимально занизил эту точность а ну-ка ой-ой-ой красавчик толчок вообще что-то мне кажется что он должен быть у меня давайте все равно бросим как это в канта я и пидженил поевал а ну очень хороший опыт за него смотрите какой классный прикид у чувака как детектив какой-то я думаю что тут никаких не будет проблем с вылетами всякого дерьма такого не должно быть игра отлаженная протестированная тысячами игроков так что застенчивый статы не изменяются это мой любимый характер у всех покемонов я люблю вот так вот так чтобы был какой-то в этой степени баланс пескоструй толчок что за преграда устраняет воздействие погоды это что на него что ли например град на какой-нибудь будет действовать что серьезно опять же а нет смотрите зато худ-худ есть джокновский так дарк релон храбрый как тебя выкинуть ой нет что я сделаю вот так а вот отпустить все ну вот все надо вспомнить да и разобраться в конце концов так ну такая штука у меня есть ну давай возьмем опыт с нее хороший опыт ты че такая выносливая блин это что такое так ну слабо бьет правда ваква маршот отодавил седьмой уровень я очень люблю джоторских тоже стартовиков но так как я брал в канту травяной тип бульбазавра здесь я решил брать следующий тип бульбазавр так бы я с удовольствием бы взял себе чикарит чтобы меганиуму впоследствии получить а че ты не будешь драться нет ты тоже говорит используешь кроссовки не помогает типа передвигаться шустрее ну а че дерево не трясется нет каждый день вырастает априкорн из них можно делать покеболы не забудь ааааа он мне только щас дал бокс под них эту коробочку под них а ну зеленый априкорн получен и он исчез о все вопросов нет не имеется я теперь хочу проверить где оно все коробка под них есть хорошо антидот так тут бой идет меня не пропустят вот мне как-то писал чувак типа у тебя есть там прохождение разное но типа ты обошел стороной там второе поколение джота вот смотри записываю ничего не обошел пытался уже пройти его на эмуляторе и были какие-то косяки какой выносливый метапод ужас водометов на него ну и зато опыта дофига слякоть пытается выучить что за слякоть двадцать а ну давай заменим почему нет сойдет может пригодится ага видл все таки я себе не оставляю мысли о том чтобы взять себе в команду видла давайте его подрежем о хорошо и отравление нет охренеть удивлю удивлю просто удивлю но с уродливым характером конечно мне он не нужен если поймается что-то нахуй ты такой мне нужен робкий а попался же блять робкий я заострять конечно внимание не буду на ловле именно видла если попадется пока сейчас я блуждаю видл то я его ставлю нормально так профессор он связаться хотел и переговорить отнеси это ему мистическое добро прямиком закрутить сити а здесь и профессор оук находится хорошо спасибо подлечил кант это рядом сами видели что там они все соседствующие регионы практически между собой мне кажется самый отдаленный регион ну если можно так взять общим термином сказать регион это все острова лолы вот они находятся так далеко между собой острова находятся рядом но отдалены они от всех остальных регионов далеко так будешь головном сити что-то там он зарегистрировался в покидире покидир по моему это типа телефонная херня ну-ка давайте что мне дали там а вот он он нельзя 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 ясно вот он покидир да по моему да этого ничего не произойдет ну короче на него ага вот видите я принимаю звонок и это звонил элм типа принеси мне яйцо то все такое каторпи ну нет 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 каторпи нет видла я еще рассмотрю конечно без мега эволюции это слабые покемоны но я и не хочу играть какой-то там эмбой которая ваншотает блять легенд вот мы поиграем приземленно обычным каким-нибудь составом рядовых покемонов да и все давайте сюда его составим отпустить это что такое а все отпустился хорошо что такое а вот этот типочек я про него вообще забыл поехали чикарит а он берет а значит вот взял по типу сильнее да ну ладно слякать ярость будем его бить так она конечно очень крепкая но у меня на три уровня выше я его развалю добей яростью хорошо смотри что делает красавчик укус пытается выучить ох это имба ох это имба блять кто там у меня не помню то ли голда кем то я в канта я тоже играл через укус кто-то там шлепал конечно там флинчи блять через раз вылетали из пуги че такое а имя мое и ноготочек вот а прикор на еще один неплохо а то что ты пиджей атакуют А, о, смотри-ка. Баночка по ушам. Ну, хорошо. Всякая экономия. Так. Сейчас прервемся ненадолго и продолжим. Так. Лаборатория. Копы ищут кого-то. Угу. Имя типа спрашивали, все такое. Доберешься до Виолет... Короче, фиолетового города какого-то. Там будет первый гимн. Ступай. Ну, погнали. Лура. Или Лира, или Люра. О, у тебя есть покебол, следуй за мной, покажу как ловить. А то я не знаю. Угу. И все. Так. Ага. Пока срубать нельзя. Ну, да. По идее, это после первого гимна должно быть. Ну, я так думаю. И удобно пишется вон, слева вверху, спрей, сколько шагов осталось. Идеально. Нет. Мы закончили сражаться, теперь я могу с тобой. Угу. 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 Неплохо. Угу. Угу. О, смотрите-ка, тиранитар, куда он делся. А, вот он, сотый уровень, речной песок держу, чтобы усиливать земляные атаки, понятное дело, что такой характер будет здесь, хп у него не сильно много, скорость тиранитара, зачем, я бы не так сделал, я бы скорость ему не трогал, я бы кинул ему в здоровье и в атаку, и все. Тем более это с такими генами. Поток песка. Хорошо. О, я не тренер. ЖУКОЛОВ Куда ж без ЖУКОЛОВ, а? Насчет опыта, опыта приемника. О-о-о, что такое? Мама, профессор Элм звонил. А, да, вот он у меня есть. Ну, на самом деле, хрень, если владелец получал тоже хотя бы 90% не участвуя в бою, было бы норма. Я могу пользоваться площадкой? Леденец опыта, X, L. Ну, например, L. Да нет, давайте поменьше, купим. Леденец опыта, да, он называется? Хорошо. Четыре сто. Чуть дешевле четырех нету, что ли, тысяч? С. Ну, С это вообще, конечно, херня. Ага, работает. Вот теперь сейчас я покажу, зачем я его купил. Темная пещера, лучше туда без освещения не соваться. Понятное дело. Вон показывается непрочитанное письмо. Жаль, что можно использовать, ну, снимать письма, так скажем, только в пакет-центре. Макбита легкий соперник. Чтобы фигней не заниматься, в темную пещеру я не пойду. Чтобы не заниматься фигней с этими опытоприемниками, я сейчас своему сентри, то просто дам конфету вот эту. Ну все. Покебол пригодится. Жуколов. Вейд. Видли. Блин, да, может что-то поймать и подзаморочиться. Вейд. Повернул из полных карт. Маленькие уровни, быстрые победы. Ну вот такая штука у меня есть. Шестой уровень, правда, давайте ее бахнем, опыт. Фаулкнер Тотто, геймлидер Виолит Сити, Белл Спраут, он спит, ну давай его будить укусом, хорошо. Я это делал, чтобы добить 12 уровень. Ну что такое? Иконка точно такая же. Вот он фиолетовый город, так сказать. Еще. Сейчас. О, нифига, у чувака уже развитая форма этого тортовика. Вот, надо зайти в ПК, чтобы снять почту. Вот она конфета, центред, использовать, изучить помощь. Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Быстрая атака. Выучим. Нет. Укрепление неплохо. За место бдительности давай возьмем. Заслужив службу, может быть. То, что такое все, хочешь прям выучить сразу. Опа! А вот это интересно. Уровень 20, ребят. Одна конфета. 4000. Ну это ни о чем. И все. И оно, видите, сколько сокращает времени. Ускорение пытается Фуррет выучить. Нет. Пожалуйста. Фуррет готов. Причем у него лимит уровня. Посмотрите. Выше 20 нельзя. Пока значка нету на руках. Да, такие дела. Давайте куда-то смотрим. Бежим. Я думаю, что за значком. Да, в принципе, в этой серии можно пойти. Хотя нет. По-моему, тут еще. Не помню, какая-то башня. По-моему, проходить надо. Посетим школу. Может быть, тут дадут какой-нибудь полезный предметик. Такой может быть. А, или нет, или нет. Понятно, нету геймлидера. Угу. Выход на маршрут. Априкорн. Смотрите как. Желтенький. Не так быстро. Ты был еще? А. Он не пропустит меня. Без значка. Был ли ты в покемоне? В этом. В стадионе, блин. Ой, какой красивый. Блин. Тихо. Давайте его поймаем. Тихо. Как можно было такого красавчика и не поймать? Тихо. У меня, по-моему, и нету гуппера, да? Трабрый. Атака в плюс. Скорость в минус. Ну, он и так очень медленный по своей базе. Ну, откуда я это знаю? Ну, вот смотрите сами. Базовая скорость 15. 15. Поэтому, о чем тут речь вести. Ну, как хорошо, что перевели. Ну, вот уже совсем другая игра получается. Совсем. Просмотр характеристик покемона на 5, 50 или 100 уровне. О, как. О, как. Блин. Неплохо. Сырость. Предотвращает самопреждающие атаки. Ну, мне такой бупер пригодится. Так, кто тут еще есть? Ну, прохождением нет, а в дальнейшем да. Крыска. 12 уровень. Что-то, что-то, что-то. Ладно. Чувак Каприкорн дернул и убежал. Вот. Я думаю, что вот эти уровни недостающие я добью скорее всего в этой башне. Как там она называется-то? Я сейчас пойдем, короче, туда. И все на места свои станет. Нет, чувак. Я не согласен. Третья. 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 Или у меня вупер есть? Да откуда же блонду у меня? В канта они по идее не водятся эти вуперы. Смотрите, а я могу окаменелости свои снять. О, может взять себе аэродактеля. Вот будет у меня летающий покемон. Ну да, окаменелость идет. Стальная голова, ух ты. Да, очень круто. Ладно, пока так, без аэродактеля. Так, вроде вот сюда, да, переходит. Посмотрите, сколько поплавок можно. По-моему, это вот эта башня. Да. Сейчас вернусь. Будем, скорее всего, проходить башню. На этой, ну, на этом остатке серии. А в следующей пойдем за значком. Ну и продолжать. Надеюсь, за 12-13 минут управимся. Давайте-ка. Будем здесь юзать спреи. От битв, конечно, не уйти. Но спреи, чтобы дикие не нападали. Будем юзать. Bellsprout. Четвертый уровень. Что, как-то слабовато пока. Закусаем его. Пятый уровень. Пусаем. А, уровень ягода. Ну. Скиганул он неплохо. Тринадцатый. Лик ужаса пытается выучить. Нет. Нет. Ну и опять-таки четвертый уровень. И опять-таки укус. Я не знаю, на каком уровне татадайл развивается. Предположительно, как и все, на 16-ом. Антипаралич. Неплохо. Сэ... Сэйд шоу. Опять пес проу. Да что такое? Укусай. Потерял сознание. Ух, антропиус. Сэнкью. Ага. Ох. Тренеры. Ладно, не хватало. Если тут нападать будут дикие. Это столько времени за зону лоба. У тебя бой будет, нет? Будет. Давайте, да. Потому что мне нужен опыт. Надо... Я хочу... Ммм... Желательно, чтобы у меня татадайл смог развиться следующей формой. Прежде чем я в гимн пойду. Там летающий тип. Это ж не брок какой-нибудь. В карте, которого со сквиртлом можно было пузырями пройти. Или бульгазавром. Там. С плетьями. Вот этими. Плеть лианы. Или как-то такое. Ланшот. Ну все. Тут летающий тип. Поэтому надо татадайла, мне кажется, все-таки поднимать. У меня еще конфетка есть. Ну как-то это расточительство бывает. По таких уровнях конфета опыта. Ну посмотри сколько еще тут тренеров. Что, не докачаемся? Шестнадцатый не добью, что ли? Если что за кадром добью. Следующая серия начнется с того, что пойдем в гимн за значком первым. Урон ягода. Они их держат, я смотрю все. А! Флинч. Все, он не испугался. Вот, пожалуйста, укус. А я не помню, блин, как предмет называется. По-моему, есть такой предмет. А! По-моему, он называется камень царей или корона царей. Что-то такое. В общем, она повышает шанс напугать цель. Кто-то да, его будет удержать. Укусом там у него будет выше шанс испугать цель. А то опять-таки ворон ягода. Что такое? Плетли. О, вот этот пробивает цель. Ну, за него опыта хорошо. Так, пятнадцатый уровень. Вот в идеале еще один получить. И скорее всего это будет эволюция. А подожди, стоп. Че я парюсь? Древо эволюция. Восемнадцатый нужно в уровень. Ой, блядь. Че такое-то? Почему ваш восемнадцатый? Охренеть. Если шестнадцать с горем пополам щас наклепали. БЫ. Восемнадцатый это ходить еще два уровня шлепать. Сейчас подумаю, что делать. Ого, худхуд улетел. Но обещал вернуться. Мягче. Двадцатый уровень. У фур это ограничение. Значит, в гиме. О, этот типочек. Значит, в гиме двадцатый уровень у геймлидера скорее всего. Двадцатый, двадцать первый. Вот что такое. По лимиту уровня сейчас покачки. Я, говорит, нашел то, что хотел. Использовал веревку. Тут тоже есть веревка. Такая старейшина. Вот про нее он говорил про старейшину. Финальный тест. Выявит, типа, старейшина Ли. Худхуд. Ну, или старик, старейшина. Старик, наверное. Old Man. Элдер. Элдер больше. Сметение. Нет, только не замешательный. Ага. Вот ты попался. Десятый уровень хот-футов. Только сейчас обратил внимание. Что? Что такое за звук? Тихо. Не, ну посмотрите. Как я и думал. Шестнадцатый, что мы наберем. Да. Вот как раз идеально. Вот сейчас бы он брал шестнадцатый. И при этом форму эволюционную получал бы. Но нет. Еще, блядь, два уровня где-то ковырять. Ой, блин. Намания. Превосходно, говорит. Восемьсот монет. Теперь ты готов к бою против Фолкнера и ТМ. ХМ свет. Типа с ней ты можешь освещать пещеры, блядь. Ну, помните темная пещера там была? Дарк Кейв. И чувак предупредил, что лучше типа туда не соваться. Вот теперь можно туда пойти. И осветить ее. ХМ в свет. Флэш. Она, в принципе, у меня еще из Канта эта ХМ-ка была. Там-то тоже давали освещать пещеры ее. Ну, в принципе, конечно, туда можно попробовать наведаться. Фух. Например, снять. А, у меня этот есть. Этот есть. Отключение у него какое-то. Мимиен. Я его выменивал, я помню. Да. Ну, вот смотрите. К примеру, я думаю, что Дроузе эту атаку вылучит. Может. Вот эту. Да. Вместо отключения. Все. Ну, давайте. Время есть. Еще пару минут. Нет. В ГИМ-то понятно, я не пойду. Я хочу получить следующую форму. Я не помню, как там называется. Крокодил только более большой. И только тогда пойти. Ну, вот она пещера. Применить свет. Но у вас нет значка. Блядь. Загибись, блядь. Тихо. 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 Не отжимая. Тихо. 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 Попался. А, у меня его и нету. Хорошо. Дайте хоть посмотреть на паука. Бессонница. Иммунитет коснул. Вот такой наёб. Без значка свет не включить. И на этом круг замыкается. Где брать два уровня, хуй его знает. Только если не купить конфету, например, за 4000, которую я покупал. Так, ну ты понадобишься, наверное, потом со светом. Вот эта штука, скорее всего, тоже могла свет выучить. Давайте посмотрим по трейд, по рынку, по бенду, что там есть. Леденец опыта называется, да? Леденец опыта. Красная цена, элька. А чё он такую цену поставил ебанутым. Ну да, да. 4600. Это, видимо, ещё дороже. 4300. 3800. Ну, это эско. Вот, наверное, купим на такой. Икс эс даже есть. Самый минимум. Но он стоит, как и этот, поэтому лучше купить эс. Давайте проверим, хватит ли добить. Вот так. Да. Да, да, да. Хватило. Кроконав. Во как. 18. Как раз, посмотрите, с копеечкой дали, чтоб и он развился. Защита. О, он крепкий. Скорость, конечно, не очень. Неплохое здоровье. А, где я нажимал? Вот. Нет, не то. Статистика. А, ну да, у него статистика посмотреть. Защита 80-ка. 63. Отлично. Так, я могу дать свой старенький тайный пузырёк вот этот. Да. Ну всё. Идём до гима. Сейчас-то будет этот шелкер здесь? А, да, и этот чувак отошёл. Плохо. Всё, здесь закончим. Благодарю за просмотр большое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok